хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полный имя андрей евгеньевич новожей андрей евгеньевич год рождения какой на 11 8 1994 откуда сами родом в луганской области алчевск украинец паспорта какие рф лнр и украина как вообще попали плен до этого ну то есть сперва пусть и воевать в семнадцатом году закончил учебу и пошел на контракт что заканчивали донецкий индустриальный техникум сейчас транспортно экономический колледж это средняя специальная средняя техническая да да получается не это среднепрофессиональная по новых стандартам среди специально это получается по старому бурса сейчас лицей а среднепрофессиональные это по старому средне техническая какая специальность техник механик ну и автослесарь. В 18-м году пошли на контракт? В 17-м. В 17-м, да? Так называемые войска ЛНР, да? ДНР. ДНР. На Донецке учился, да. Потом уже в ЛНРе домой вернулся, пошел служить. Ну, то есть присоединились к ДНРу или ЛНРу? Сначала в 17-м году в ДНР пошел. Я там учился. То есть до войны я закончил учебу и пошел в Донецке учиться. Сначала в 93-й лицей, потом в индустриальный техникум по старому поступил. Транспортно, Экобирский колледж. Закончил обучение и пошел на контракт в 17-м году. Что мотивом было? Ситуация на Виквостоке Украины. То есть? То есть в 14-й год, берем, да, 13-й год был Майдан. Где-то в мае, в начале июня начались обстрелы по городу Донецк. Я как раз жил в Петровском районе. Это вот район Красногоровки. Старомихайловки, Марьянки. Ну, там, знакомые северные пункты. Вот. И там пришлось отмин побегать, был учить студента. Угу. Вот. Думал, все это быстро закончится. Но, соответственно, ничего не менялось. Угу. То есть на учебу ездили под обстрелами. В 17-м году закончил обучение. И пошел на контракт. Ну, с той целью, чтобы вот все быстрее закончить. То есть левопарный провал. То есть воевать против Украины, правильно я понимаю? По факту, да. И сколько денег платили? На 15 тогда. Тысячу рублей, да? Да. И сколько на контракте пробыл? В общем, 5 лет. Потом же в Лаванаре еще. С 17-го по 22-й, да? По данный момент до плена. То есть у меня был год перерыва. Я с 17-го по 18-й первый контракт. Угу. Потом год на заработках в России поработал. Ну, и вернулся уже в Волчевск, в 19-м и пошел в Лаванаре. А должность какая? Водитель-механик. Чего? Был водитель-механик БМП-2 в Лаванаре. Номером расчета был, то есть заряжающий, у нас С1. А в ЛНР это водитель-связист. Ну, это по факту. А по штатке, соответственно, меня кидали по работе. А в 22-м году подписали контракт? Правильно, я понимаю? Нет, в 19-м подписал и не заканчивал. И сколько? Вот когда началось полномасштабное вторжение, да, России? 24 февраля. 24 февраля. Сколько обещали платить? Изменилась как-то зарплата после этого? Конечно. Мы получили в марте 55, то есть за февраль месяц. Потому что по тревоге заранее созвали. По броню. А потом уже было 76. Это уже мы, получается, ну, за месяц до получаем. То есть в марте за февраль, в апреле за март. И, соответственно, до августа месяца было 76. И с августа месяца, то есть именно зарплата за август, сентябрь, получилась в 76. А как платили? На руки. Наличка? Да. А как это все происходило? Ну, есть линия боевого соприкосновения. Не-не-не, вот технически, как это все происходило? Я же вам объясняю. Есть линия боевого соприкосновения. То есть те, кто и линия обороны. По факту, то есть часть людей снимается, половина получает деньги. Где там далеко за 0, календарь 10, за 15. Приезжает, соответственно, бронетехника, либо Урал. Забирает людей, отвезли. Получили деньги. Соответственно, эта половина приезжает, другая половина поехала, получила. То есть это сумками все возится, да? Ну, приезжают и выдают. Как возить саму деньги? Нет, ну, вот как раздача, типа, денег идет. За 10-15 километров длине соприкосновения. И кто выдаёт деньги? Фин часть. И всем все наличкой, да? Конечно. Только наличкой. Почему ты бы уверена, только наличкой? Ну, потому что карточки нам обещали только с января. А 27 декабря я попал в плен. Поэтому я карточки не видел. А где попал в плен? В Белогоровку. А обстоятельства? 23 февраля у нас в Медельче ВКВ, Мерсалидаре. И мы зашли 25 февраля, получается, в Белогоровку. Ну, это перед Красным Лимоном. Получается Харьковское направление. Но Белогоровка, это Луганская область еще. Ну, это недалеко от Лизичанска, справа. Это Кременная слева, Рубежная, по-моему. Или наоборот. Там по карте смотреть надо. Смотря как повернешься, соответственно. Вот. И нас, получается, я не знаю почему, то ли мы отход ЧВК-Вагнер прикрывали, то ли что. У нас в 2 суток были под обстрелами. То есть заходили под обстрелами. У нас заходила первая группа из 9 человек и 2 сопровождающих, ну, с ЧВК. Обещали подготовленную линию обороны. То есть окопы, блендажи, доты, соответственно, для РПГшника, место для стрельбы. Но, к сожалению, этого не было. Были одни воронки. Чистый Бугор, открытая местность. Мы зашли даже, когда заходили, то есть это прям в тыл. То есть получается, вот пулеметная точка. Здесь позиция. Вот тут Бугор, где нас заводили. Мы прям пощипали Бугор, подошли. Вот нам с ГП-25 стреляли, ну, с подствольной, с подствольника. Они доставали чуть. Ну, после того, что здесь был пулемет. Ну, то есть называли со своими минами. Соответственно, противник, противник. Мы здесь, посередине. И нам повезло, что в огонь мы доставали. Мы отошли, ну, точнее, отошли на свои места и успели запрыгнуть воронки. Потом полтора суток. Ну, это те, типа, полсуток, что мы заходили, все в пять, наверное, поэтому в поле бегали. До поля тоже под обстрелом заходили. И полтора суток минометного обстрела. То есть это польский миномет. Почему в польске? Потому что выхода не слышно, а разрыв вот он. И птичка висела постоянно. То есть ты голову не поднимешь. Ну, почти два суток без еды, без воды в движении. Хорошо хоть сигареты были. Ну, и, соответственно, уже выбора не было. Вышел на связь 27-го. Так сумка тяжелая она была. Получается, товарищу передал. А он был, ну, воронка, ну, получается, метров 15 левее от меня. Ну, я уже до полости с сумкой. Как будто в первую воронку лег. Без сил. Говорю, все, я отдыхать. Ну, и сумка осталась там. Надо было выйти на связь. Я пытался за эти полтора суток, наверное, раз 10 перескочить эти 15 метров. Но не получалось. Пулеметчик не давал. Потом уже, получается, 27-го утром психанул. И просто перебежал. Повезло, пули мимо пролетели. Вышел на связь. Соответственно, реакции не было. Никакой артиллерии в поддержке не было. И когда я услышал, что работает Моторого, на русском языке разговор. И переговорка плюс-плюс. Так, если здесь я знал, что такое переговор, как работа радиостанции, как пища, когда нажимаешь. Первым признаком того, что было, это когда русские голоса услышал по Мотороле. И она такая пили коня. Отчетливая. То есть на Мотороле. И мы только с Моторолами работали. То есть я с ними очень часто работал, постоянно. И там Моторолы говорили. У меня Моторола молчала. Хотя канал был выстрел. У меня только что вышел на связь. Все. И мы так сели. Ну, это точка невозврата. Либо плен, либо двести. Соколили по сигарете. И в итоге простил воронку. Ну, автомат научить. Конечно, товарищу там локоть раздробило. Но ничего, жив. На этом спасибо. Он уже в России. То есть он с России, получается. Вот он уже домой уехал. Я еще здесь. Вот. И мы говорим, сдавайтесь. Ну, по факту вариантов уже не было. Либо там остаться двухсотым, либо сдаваться. Конечно, здесь на оружие сложили. Вышли с руками поднятыми. Что там в сумке? Ну, перечислил свое имущество, которое было. То есть все равно также была таблица. Получается переговорка. Не переговорка, а частоты. Команды. То есть смена частот. На Бауфинге, на аналоге. И все. Вот 8 декабря в плен попали. 10 утра примерно. Семья есть? Мама, и все. Чем мама здесь занимается? Влачевская, да? Да, она сейчас пенсионерка. А пенсия сколько? Ну, сейчас подняли вроде как до 7 или до 8 тысяч. Было 6. 7-8 тысяч рублей? Да. Немного, я согласен. Я вопросов не давал. Ну, я вопросов не давал. Ну, я знаю, что это. Вы сами ответили. Ну, так это и есть правда. Что-то скрывать. Это ни о чем пенсия. Это жесткая правда. И поэтому от нее не убедишь. Украинский паспорт остался, да? Украинский паспорт у меня остался на Водружевске. То есть мы когда заезжали, мы сначала в Водружевске заехали. И там у меня остался паспорт РФ, паспорт Украины, паспорт ЛНР, ИНН. А, и документы на ранение. И она какой, украинский? Да. И без трех справок такой пакет документов на ранение. У меня вопрос. Вот у тебя, у вас, три паспорта. Кем вы себя чувствуете? Сказать честно, я уже запутался, кем я себя чувствую. Непосредственно брать, если ситуацию до 14-го года. Так как я, получается, сирота раз в интернате. Мать что, отдала в интернат, да? Нет, нет, там, так скажем так, были семейные обстоятельства. Ну, не важно, что семейные. Была поддержка очень сильная. Я как бы вырос при поддержке государства. То есть жаловаться. Украинского? Да, соответственно, украинского. Я чувствовал себя хорошо. И одежда, и в лагеря, и на море ездили. Потом студенческие годы, то есть стипендия и пенсия по потере кормильца. У меня батя умер, мне было 8 лет, по-моему, в 2003 год. Вот. Потом 14-й год, он немножко так, ну, как немножко, он кардинально изменил мировоззрение, потому что пришлось прострелом побегать. Ну, я думаю, вы не поймете в этом плане. Я, в принципе, был к этим референдумам. Ну, скажем так, не то, чтобы за, и не то, чтобы против. Мне было безразлично. Я жил себе спокойно, учился. Ну, молодой был, 19-20 лет, сколько там, зависимости от даты. Ну, а потом, как-то вот, в 17-м году, ну, так обстрелы, обстрелы. Ну, а так, по факту, кем я себя чувствую? Ну, родился я в Украине. Получается, украинец. Сами корни у меня, и шо мама, и шо папа с России. Я не об этом. Я вам просто сейчас объясняю. Ну, соответственно, по факту, украинец, потому что вы все в Украине. Корни с Россией. А вообще у меня не такое. Все мы славяне. И по факту, что вы, что я славяне. И, ну, если брать так, то да, я украинец. По факту, украинец. Я не об этом говорю. А о чем? Вот смотрите, вот, у меня как бы в жилах течет польская кровь, да? У меня бабушка полька. Но я, если меня спрашивают, я четко отвечаю, кем ты себя чувствуешь, Любомир? Я говорю, что я украинец. То есть я мыслю, я ментально, культурно и так далее. Это моя страна. Я понял, с этим вопросом. Да, но мы не говорим сейчас о паспорте. Мы говорим о том, кем ты себя чувствуешь. Вопрос понятия. Да, честно, сложно сказать. Очень сложно. В такой ситуации, как сейчас, еще трудно, скажем так, ну, в любом случае, спасибо большое, что жив, что здоров, что, как бы, так, это еще нужно честно до конца осмыслить. Потому что, как им так объяснить? Флаг для тебя имеет значение? На данный момент мне флагу как-то, ну, как безразличие. Вопрос понятия мой. Да. На данный момент безразличие. Но, я думаю, со временем оно сформируется уже, понимание. Чуть дальше. Смотри, сколько тебе лет? 28. До 28 лет должно было быть, понимаю, уже. Трудно сказать. Я жил, жил себе по-своему. Никого не трогал. А когда это началось, все в голове перемешалось. И, ну, я врать не буду, трудно сказать. Очень трудно. Нет, врать не нужно. Сказать сейчас, что я там украинец, или я русский, или я там ЛНРовец, ДНРовец, ну, трудно это сказать. На этот вопрос очень отчетливо, особенно в той ситуации, в которой сейчас трудно ответить. То есть, ну, смысл врать. Я не вижу. Хорошо, давай возвратимся в... Я буду на ты? Конечно. Хорошо, без проблем. Конечно. Мне так лягче просто. Давай возвратимся в 2014 год, там, 17-й, то, что ты сказал, что, типа, были обстрелы, и ты пошел из-за этого воевать, да? Вот для тебя, когда война началась? Для меня еще в 14-м, когда я начал от Мин бегать по Петровке, на учебу ездить. 14-й год. Банальный вопрос. Так называемые люди Донбасса. Простые. Смогли бы заварить эту всю кашу без поддержки России? Ну, наверное, нет, скорее всего. Это финансирование. Это, скорее всего, подготовка не один год, однозначно. Ну, такую кашу заварить госпереворот. Ну, если берем это по факту, да? Мы говорим о чем? О Майдане? Нет, я говорю сейчас о референдуме, о том, что происходило. Кто это заварил кашу, я не знаю. Но это сделка влиятельная однозначно, у которого были, соответственно, финансы, связи, и который это все очень хорошо продумал. Очень хорошо. Это детальный план, который был расписан доис, от а до я. Говорим сейчас о том, что случилось на Донбассе, правильно? Да. Твое мнение, кто это был? Наверное, скорее всего, Россия, потому что, наверное, да, возьмем сейчас по факту смысл этого делать в Украине, когда за эти годы сколько инфраструктуры было разрушено, сколько людей погибло, с двух сторон, соответственно. Берем экономический момент, это потеря внутреннего малого продукта, экспорта, импорта, так как на юго-востоке больше, по-моему, 50% производства, ну, по факту берем, заводы, производство, да, ну, то есть, металл. Ну, нет, да, ну, это индустриально, это индустрия Украины, да, большинство было сконцентрировано там. Индустриарный центр, по факту Украина. Вот. Я думаю, это Украине было бы невыгодно. Но смотри, ты говоришь там о падении внутреннего малого продукта и так далее. Да, это все случилось в 2014 году, гривна ослабла и так далее, но все время на Донбассе говорили, что Донбасс формит всю Украину. Было такое? Я такое слышал. Да. Ты в это веришь? Нет, потому что, так как я учился нормально всю свою жизнь, начиная со школы, у нас был предмет экономика. И я его не пропускал, я также ходил на занятия и изучал. Не бывает такого, чтобы какая-то конкретная часть государства, малая, кормила все государство. Экономика это налоги, это индивидуальные предприниматели, это полноценно все, от чего есть доход. И не может маленький кусок кормить все государство. Маленькое отдельное, две области, там три области. По факту страна, то есть государство, это единое целое, где структуризированность соответственно. И каждая отрасль, неважно, это металлургия, там угледобывание, добывающая промышленность, это все, от всего идет доход. Так же самое и Карпаты, да, вот Карпаты. Ну, так это, извините меня, там и туристы, там тоже прибыль. Берем даже тот же Крым, там что-то еще. От всего есть прибыль. И это единая структура. Не может быть, что какой-то один кусок структуры кормит всех. Потому что если бы так было, тогда бы наверно мы были миллионерами. ты сказал, что скорее всего это было при поддержке России, так? То, что случилось в 2014 году на Востоке. Скорее всего, да. Тогда у меня вопрос. То, что делала Россия в 2014 году, это она вошла во внутренние дела Украины по тем, что финансировала оружие и так далее? Ну, соответственно, да. Это незаконно? Это незаконно, это факт. От этого никогда не уйдешь. Это еще понималось тогда? Тогда нет. А когда? Понял? Скажем так, когда попал в плен. Уже здесь? Уже здесь. Объясню почему. Когда человек находится в одном среде обитания, и я видел только то, что у нас в Столуна обстрелывали, как мы пошли на эту специальную военную операцию, все своими именами, повторяю. Я видел, то есть начиная там еще с Долгого, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск, потом уже в Солидаре. Наведуал себя многого. И очень это печальное зрелище. Что ты имеешь в виду? Это разбитые города, там, ну, то есть я в общем за войну говорю. не будем причислять это раненые руки, ноги, без головы, неважно. Просто получается так, что, ну, хорошего в этом ничего нет. Что в этом хорошего? Толк какой? Разрушить себя просто и отстраивать с чего? Позьем только один Солидар, к нам зовут. вот. То есть берем это горлышко, да, города? Мы там от этого КНАФа продвинулись может километр на два. Он разрушенный в хлам. Там нечего больше. И Солидар вот этот горлышко, но его нету. Мы когда заехали в Попасную и проезжали, со стороны Камышевахи, я думаю в Попасную развесена. Нет. Солидар еще больше. Ну поэтому конечно вмешалось. Конечно плюс нужно учитывать то, что инфраструктура, насколько городов, поселков и сейчас летит в территорию Украины. Это все нужно как-то потом отстраивать. А отстраивать это финансы. Их откуда надо брать. Сейчас вопрос не в рабочей силе, а в финансах. А это все нужно делать. А где брать деньги? Когда уже вот оно есть. Поломать быстро, построить долго. Возвратимся в 17-й год. Ты пошел воевать, чтобы это все прекратить. Да. Ну либо Павел бы пропал. Да. Луганск и Донецк это чья территория? Де юра и де факто для мира и для Украины. Территория Украины? Украина. Если Россия поддержала финансовое оружие, Украина должна была защищаться. Да. Я не думаю, что все такие тупые в Луганской и Донецкой областях много оружия размещалось в жилых кварталах. Ну вот я скажу, это было с обеих сторон, ты этого не убегишь. В жилых кварталах, да? Но ты же не можешь говорить то, что было в Украине, правильно? Потому что ты там не был, на территории подконтрольной Украине. До 23 февраля не был? Не был. Мы говорим о других вещах. Не понял. До 2017 года то, что было оружие, я не знаю, как ВВТ, военное вооружение техника, скажем. Да, они стояли в жилых кварталах и оттуда шмаляли. Факт? Да. Факт. Факт. Это все прилетало на территорию под контролем Украины. Факт. Факт. Да. Ты воевал и ты военный. Да. Куда идет ответка? Откуда прилетел? Конечно, с точки выхода. Факт. То есть есть такое, да, говорят, плюс-минус, да? Да, поправка, да. Есть такое, да? Конечно. То есть ты понимаешь, о чем я говорю? Конечно. Плюс в чем погодный условий, плюс в чем, ну, скажем так, это погодный условий, атмосферное давление, то есть факторы, которые должны считаться. Мы об этом о другом. Типа там минус-плюс, это прилет. Ну, я за это минус-плюс и говорю. Да. То есть Украина отвечала, откуда это все прилетало, да? То есть это там было. Тоже есть факт, что я много видео тоже видел, что так называемый ЛНР-ДНР обстреливали сами жилые кварталы. Это тоже есть факт. Ну, значит, я ничего не могу, я не в курсе, я не видел этого. Что я не знаю, то я не знаю. Хорошо. Ты знаешь, что конфликт уже шел на затихание? Ну, уже, да, уже в 2022 году. В 2022 году, кажется, была одна смерть. Ну, я скажу, мы в 2022 году, у нас мы вот проехали два дежурства, это было примерно в 20-х числах, я ушел в отпуск. Да, это уже там и бы это такое, только мне было, если раньше еще там довольно-таки жесткие были боевые дежурства, то последние это два и три, полгода это уже была тишина. То есть, по факту, перемирие, перемирие, перемирие. И вплоть до того, что парни с позиции спокойно ходили, то есть, в открытый рост. А теперь одна из самых главных вещей. Ты знаешь, что такое Минское соглашение? Конечно. Кто виноват в том, что ничего из них не ложит? В плане нарушения огня, стрельбы, да? Всего. Но как бы Россия очень топила за Минское соглашение, правда? Ну да. Скажем так, я беру, давайте, отчетливая позиция, то есть, как оно было там. Были ситуации, когда наши дурочки первые начинали стрелять. То есть, это тоже было часто и густо. Но были ситуации, когда и по нам полетало. Ну, если брать в общем, в общем, то есть, Минское соглашение, это полное перемирие, тогда там, ну, да, нарушения были и неоднократно. Только с вами согласен. А теперь самое интересное. Знаешь, что такое Владислав Сурков? Фамилию слышал? Слышу. Это был шезам главы офиса президента Российской Федерации. Знаешь, что он сказал в феврале? Не, потому что я... Я тебе просто скажу. что минские соглашения так заключались, чтобы они не были выполнены. прикольные. А зачем это было заключать? Встречный вопрос. У меня еще встречный вопрос. Зачем было это все бодяжи? Я тебе отвечу. Не знаю, это большие деньги. В этом моменте очень большие деньги, и кто-то по-любому хорошо любил себе карман. Смотри. Здесь вообще все более интересно. Большие деньги большими деньгами, так? Конечно. Это все понимаем. Без таких, как ты и других большие деньги бы смогли это все сделать? В Донецке и Луганске? Нет. Нет. Ты понимаешь, что ты и такие, как ты, виноваты в этом всем, что случилось? Конечно. Еще с 2014 года? Ну, с 2014 я себя виноватым не считаю, а вот если брать с 2017, то да, и добровольно пошел. С 2017, да. А я тебе скажу, почему с 2014 года еще виноват, да? Почему местное население Донецкой и Луганской областей, те, которые выходили на так называемую референдум и так далее, сейчас виноваты в том, что сейчас творится. Я тебе просто объясню. Интересно тебе? Да. Смотри, я часто говорю о Италии, потому что я там учился и жил пять лет. Я хорошо знаю как бы реалии этой страны. Слышал в таком городе Венеция? Конечно. Да, это центр есть в провинции Венета. Может, я слышал, может, не слышал, да? Это как бы, как тебе сказать, например, есть Донецк и Донецкая область, да? Вот у них типа Венеция, а провинция это Бен это называется. И вот там иногда пописывают, там говорят, что есть а-ля сепаратическое настроение, да? Ну, типа. Ну, потому что эта страна большая и так далее. Но с кем граничит Италия там? С Австрией, мне кажется. И вот если бы Австрия поддержала там финансово это все то же самое, как с Украиной, что бы сделали итальянцы, они бы вышли и дали мощный подзатыльник всем тем, кто это разогревал. Правда? Да. Они итальянцы. Они живут и хотят жить в Италии. Если бы луганчане и дончане дали большой подзатыльник вот этим всем, которые эту кашу мутили, в 22-м году ничего бы не началось большой войны. Согласен со мной? Да. В этом плане да. По гонке. И Россия ничего бы не смогла сделать? Скорее всего да. Но то, что проигнорировали, поддержали, это факт. ничего не сделали. Это да. С точки зрения я согласен. Да. Посмотри, я украинец, и ты украинец, да? Да. Ну, потому что я считаю тебя тоже украинцем, у тебя паспорт украинский, ты с территории Украины. Вот, например, тебя будут слушать люди на Ютубе, да, которые, может, кто-то выехал с Украины, да, потому что те же самые Солидаро, с Попасной, с Лисичанска, с Северодонецка, они потеряли все. Факт это? Ты признаешь, что это все стало успешно вошло в жизнь и свершилось из-за вины дончан и луганчан, те, которые воевали на стороне РФ. Что ты им хочешь сказать? Ты что сказать? Надо все это прекращать как можно быстрее. Как? Не знаю, какой-то мир, как-то договоренность. Меньше крови проливать, очень много смертей, очень много исключений в жизни, разбитых городов и это зрелище несприятное. Надо это все просто прекращать. Но кто виноват в этом? Ну, каждый виноват сам в своих ошибках. Мы выбрали этот путь каждый, кто воюет. Какая страна виноват в этом? Я так понимаю, Россия, потому что началось... Ну, смотри, я так понимаю, Россия. Нет. Смотри. Смотрите, я не понял. То, что сейчас творилось там у нас, наше виноват. И вина, соответственно, тоже наша. Есть в том, что началось в северном феврале, потому что поддержали. Факт. Вот. А какая страна виновата полноценна в этом? Ну, я не знаю, кто вливал деньги, я не знаю, кто это все начал. Точно. Ну, скорее всего, Россия. Соответственно, ну, мы виноваты, кто еще? Ну, как еще сказать? Вот. Смотри, вот что меня, например, триггерит очень сильно, да? Иногда. Я разговариваю, мне очень тяжело, например, с украинцами из так называемого ЛНР, ДНР, да? Разговаривать. Почему? Вот. Все время одна и та же телега. Ты им стараешься что-то объяснить, да? Вот бомбили Донбасс. Это всегда одно и то же. Там иногда доходит там до дикухи. Ну, какой-то шахтер мне, меня там говорит, почему внешний долг за Януковича был меньше, чем за Порошенко. Ты такой сидишь, б***ь, все экономисты там, б***ь. А внешний долг, знаешь, какой внешний долг какой страны самый низкий в мире? Не, я в этом... Афганистан. Ну, Афганистан, у него почти нет внешнего долга, потому что ему никто не дает денег. Ну, вот все сидят и потом, если бы нас послушали тогда, нужно было, типа, разговаривать. Ты один из немногих, который, ну, в большинстве случаев говоришь, да, это логически, то, что ты говоришь, Любомир, да? Да, это все вещи. Но никто не хочет четко сказать, б***ь, Россия. Вот если бы не было России, все бы было хорошо. Возможно, скорее всего, да. Ну, я не могу сказать, оно уже произошло. Вот у меня какое мнение, вот как живу. Есть действия, да? Действия созданы. Есть последствия. Принимай последствия. Назад посмотри свои ошибки, оцени. И в дальнейшем просто делай поступок уже правильный. Ну, либо с поправкой неправильный. Поэтому мне даже мыслей не было. Там, кто прав, кто виноват. Уже был учитель в плену, когда я посмотрел, как оно, по-настоящему, а не как нам преподносили. Мнение очень сильно изменилось. Потому что нам, говорят, все там, будут там, издеваться, избивать, там, не знаю, все будет плохо. А по факту у нас сразу и там и дали сигарет, и водички попить, и по-нормальному все было. И по факту Буучу в плену с самого начала. Тут, в принципе, немного в плену. Но если ты не косячишь, то есть, если принес вот правил, ты его соблюдаешь, тебе вопросов нет. И ты живешь. Ну, как живешь? В моей ситуации это по факту хорошо. Так же самое любого на плену. Если человек нормально сойдет, все понимает, у него все просто. Ты можешь объяснить, за что воюет здесь Россия, и в том числе воевал ты вместе с ней? Ну, я скажу так, как было до плена. Значит, до плена я воевал за родной дом, за семью, за друзей. Россия оказывала нам поддержку, соответственно. Здесь сейчас как-то все запуталось. Очень сильно запуталось. Когда уже смотришь на то, что происходит здесь, какие отношения, и смотришь вообще на людей, с которыми мы работаем, да, непосредственно в лагере для военопленных. стало довольно-таки сложно. Мнение меняется, и меняется, конечно, в лучшую сторону. Однозначно, скажем так, еще не сформировалось, но появились сомнения определенные. То есть все не так преподносить. Все по-другому. Как? Все? Ну, скажем так, по поводу, вот, была такая, да, помните программу «На тебя чекают дома»? Еще до была крупная война. часть военнослужащих перешла, воспользовалась ей. Значит, у нас были, получается, информационные стенды, ну, и там, вот там, он воспользовался этой программой, получил там 17-18 лет тюрьмы. Ну, может быть, то он и сел, но за пленом преподносилось. Просто даже, вот, взять отношения условия проживания, то есть, это нормальные помещения с ремонтом, белое, постельное. Это где? Ну, здесь мы живем нормально. Украина? Да, непосредственно еда, ну, сейчас, я сейчас сам ее готовлю, сейчас повар. Ну, то есть, приходит хорошее мясо. Ну, как хорошее, берем сравнение, с тем, что ты купишь себе дома, естественно, ты же не будешь сравнять. Наверняка, ты пошел, все выбрал, но я вот его готовлю, мягенькое, вкусненькое, хорошо все. То есть, ты умеешь готовить, ты готовишь, то есть, мясо, постоянно рыба. Тут яблоки недавно давали, ну, веснаш, яблоки отдавали. То есть, условия хорошие. И она по-другому все говорилось. И меня что еще удивило, о том, что по поводу этой программы, да, что я говорил, на ТБЧК, я дома. Вот у меня вчера был суд, сегодня получил приговор. 13 лет с конфискацией имущества. Но когда я уеду на обмен, на обмен, да, перед этим подписывается амнистия. То есть, и как мне объяснили, я общался вот с вручниками и с адвокатом. Адвокат уже более четко объяснил, не одна. Ну, конечно, профессионально. он сказал, то есть, после амнистии ты чистый человек. Ты возвращаешься к себе домой. Если ты больше не участвуешь в боевых действиях, то к тебе претензий не будет. Тебя обменяли, то есть, при этом амнистировали, уголовное дело закрывается, и ты живешь дальше, как человек. Даже по поводу конфискации имущества я уточнял. Я говорю, а что вот если вот так приобретусь после обмена машинам, квартиру, не знаю, вдруг я там что-то там смогу заработать, да, на заработку либо еще и так. Он говорит, это не трогается. Все, что было до, а потом даже когда амнистия, все тебя амнистировали, все твое остается при тебе. Я говорю, за вот эти моменты мелочи. Мелочи, да, казалось, мелочи. Но вот в этом познается то, что в этом моменте есть скажем там законность, настоящая законность. То есть нет того, что тебя осудили, иди, сиди, мы тебя менять не будем. Либо там, мы тебя поменяли. Но все равно хата твоя машина приходит к нам. Я за эти моменты говорю, за позитивные. ты говоришь, ну, типа там очень лишние вещи. У меня фактически последний вопрос. Ты готов остаться в Украине на проконтуральной территории? Понести наказание, которое тебе дали, но остаться в Украине? есть другой вариант. Ты возвратишься так называемым АДНР или АЛНР, и тебя снова потяну туда. Ты все-таки воевал. Ты как бы профессиональное мясо, скажем так. это, наверное, домой лучше на обмен. И, соответственно, просто не идти на войну. И все. Ну, просто вот смотрите, я отвечу. Есть момент остаться. Да, я понимаю, что берем оседичный неполный срок. Неполный, скорее всего. Потому что закончится война, будут программы, то есть там постройки городов, еще почем-то, да? Это логично, это будет однозначно. Будет амнистия подписываться. Ну, хорошо, подпишу я амнистию. Точнее, ну, будет амнистия, будет программа. А дальше как мне жить? Где мне жить? Все мое там. По факту. Там. Там семья. Там мама, там близкие, там а здесь по факту, ну, я понимаю, что одна страна, я в смысле имею в виду, как бы, чтобы понимали радицу, да? Это получается бросить все там, бросить все там, а если здесь срок, да, с одной стороны проще. Но опять же, выходить почти, там, не знаю, с 30 копейками и начинать все сначала, ну, это сложно очень. Очень сложно. А по поводу там заберут на войну, а вдруг не заберут. Ну, это мое мнение. Вдруг получится. Вдруг у меня все будет хорошо. Вдруг получилось сейчас. То, что мы разговариваем. Вот сейчас получилось. Потому что ты живой. Ну, это мне конкретно повезло. А второй раз мы можем уже не встретиться, потому что ты будешь в черном пакете. Или каких там отвозят. Или вообще не отвозят. Просто сгниешь. Это, скорее всего, сгниешь, потому что когда мы по этому бовру ушли, там очень много было. Двухсотых, которых не позабирали, это я знаю. Ну, домой. Ну, я понимаю, что могут взять, забрать обратно. Но, опять же, это уже силком будет соответственно. Добровольно не пойду. Добровольно не хочу. Жить нормально хочу. Но есть момент того, что я сейчас объяснила, там брось все. А тут по новой это сложно. Просто с нуля когда я там уже 30 копейками, у тебя там вообще ничего нет. Ну, я не знаю. Но это не каждый на такое решиться. Просто там как бы уже та же женская квартира есть, да? Как-то вот уже ты дома. Ты дома себя чувствуешь. И как ни крути, все мы хотим домой. Это появился на согласную думаю. и в принципе перспектива сидеть. Я не судимый был до вчерашнего дня, соответственно. и в местах решения свободы себе не представляю. То есть, ну, однозначно просто, я не знаю, как-то пытаться жить нормально. И с надеждой на то, надеяться, что когда все это закончится, и что мы, наверное, надеемся на то, что мы с вами встретимся уже в другом русле. Не как военнопленный, да, там, и корреспондент, как-то правильно вас назвать, а, скажем так, как два нормальных человека, которые живут спокойной жизнью. Вот у меня такое желание.